Дети цветы жизни, но на самоизоляции цветы эти надо особенно поливать, а точнее развлекать. Да с креативом, вот вам отличная идея, как можно в домашних условиях быстро превратиться в любую детскую игрушку-неваляшку и порадовать малыша. В этом выпуске ты узнаешь, как развлечь ребенка в условиях карантина дома. Шел 17-й день карантина. А вот вам отличный пример, как всей семьей можно здорово и весело проводить время на прогулке. Я тоже хочу! Я тоже хочу! И я хочу! Главное не мешать папе. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на арик. Если вы никак не можете оторвать ребенка от гаджета, вот вам настоящий лайфхак, как в домашних условиях заставить ребенка больше двигаться. Каждый развлекает детей как может. Обычно родители делают это по-доброму, а главное с пользой. Но не в этом случае. Сложно представить, что побудило семью этой маленькой девочки купить ей такую игрушку. Но, кажется, девочка отлично ладит с питоном, ведь у нее, как оказалось, их целая коллекция. Правда, не стоит забывать, что питон очень опасен. И какая ни была бы крепкая дружба, змея может в любой момент накинуться на ребенка. Не лучший способ развлечения. Еще один неудачный пример развлечений во время самоизоляции – киберспорт – продолжает бить все рекорды. Как среди взрослых, так и среди детей. Только вот о мерах безопасности надо помнить в первую очередь. Вот так безответственное отношение к огню привело к целому пожару. Геймер в порыве игры совсем забыл, что он дома, и разбрасываться горящими спичками опасно. Именно так и загорелась куча бумаги, куда попала искра. А далее и весь дом. К сожалению, это был не день геймера. Он так и не смог потушить огонь. Главное, что остался жив. Кажется, в виртуальном мире ему куда проще справляться с трудностями. Хочешь тоже попасть в эфир? Тогда присылай свои видео, на которых весело и оригинально проводишь время в самоизоляции, на сайт чтв.ру. И помни, карантин не страшен, когда дома ярче.